Приветствую вас и, понимаете, она по себе ошибка, которую вы допустили при сдаче экзамена, что послужило причиной для того, чтобы вы потеряли поддержку, потеряли грант. Так вот, это может случиться на самом деле с каждым, потому что любой экзамен – это лотерея, и если вашей маме повезло, она экзамен сдала в свое время, то это связано лишь с тем, что ей попался тот вопрос, на который она встала ответ. А вам нет. Вам не попался такой вопрос. И в этом не ваша вина, потому что всегда при подготовке к экзамену всегда есть те вопросы, которые знает человек хуже, чем другие. И этот вопрос может попасть. То есть, само по себе, само по себе не сдача экзамена – это не такое уж страшное событие. Кроме того, можно же пересдать экзамен, можно же, ну да, понятно, что не сейчас, да, понятно, что можно это будет сделать только чуть позже, вот. Но, тем не менее, все равно это можно сделать, но можно будет. Другое дело, что вас беспокоит, вас беспокоит то, что вы подвели вот как раз других людей. Тут вы подвели, например, там, свою бабушку, своих родителей и так далее. И здесь, здесь, хочется вам сказать так, что именно ошибка ваша, я имею в виду то, что не является правильным. Именно ошибка ваша в том, что вы стремитесь быть похожи на свою маму, вы хотите быть такой же, как она, вы хотите повторить ее, если я правильно вас понял, вы хотите повторить ее путь. А это неправильно. Это неправильно, почему? Потому что вы не такая, как ваша мама. Вы все равно другой человек. И именно это, именно это, вы не понимаете. То есть у вас своя жизнь и свой путь и свои способности. А у мамы своя жизнь, свой путь и свои способности. И то, что люди надеялись на вас, как вы говорите, что учителя надеялись на вас, ваши родные надеялись на вас, то это их выбор, это их решение на вас надеяться. А зачем надеяться на человека, который живет своей жизнью? Ну вы могли и можете передумать вообще учиться там, где вы сейчас учитесь, где вы хотели или хотите учиться. Вы можете передумать это делать вообще. Но вы это все равно делаете. То есть вы все равно хотите учиться там, где вы вот. Ну, никогда, никогда. Но это ваш выбор. А люди, люди возлагают на вас надеялись, тем самым получая ответственность. Вашу ответственность. И к этой ответственности вы не готовы. Вы не отделяете себя от своих родных, от своих учителей и так далее. И вы переживаете не столько за то, что вы не сдали экзамен, сколько за то, что вы подвели, как мы говорим, других людей. Но если вы не оправдали чьи-то ожидания, то это не означает, что вы их подвели. Подводите вы людей, когда что-то обещаете конкретно человеку, да? Он на вас вроде как рассчитывает, а вы этого не делаете. Вот это да. Это да. Это действительно вы подводите. Подводите. Это действительно так. А тут это касается только вас. То, что вы делаете, касается только вас. И я не думаю, что вы именно подвели. А вам нужно учиться обграничивать себя от других людей. Потому что другие люди всегда будут возлагать на вас надежду. Если вы будете позволять это им. И не нужно этого делать. Потому что это будет отвлекать вас от ваших собственных целей. Это будет мешать вам самой идти по жизни. Это будет не давать, это не будет вам давать возможности делать то, что вы хотите. И чувство вины перед другими людьми не только навязывает их цели и их желания вам. Но и не позволяет вам идти к своим собственным целям. Вот смотрите. Вы пишите такую вещь. Значит, вы не достойны быть дочерью своей мамы. Только потому, что вы не сдали награды. И только потому, что не сделали то, что сделала она. Слушайте, а кто вам сказал, что вы должны делать все, как делала ваша мама? Ну да, пытаться умолоть. Но кто сказал, что вы должны? И кто сказал, что вы перестали быть достойной дочерью для нее? Это вы сами так считаете? Понимаете, родители, именно родители, внушают человеку излишнюю ответственность. Не только за себя, но и за других людей. Так вот, вам нужно понять одну простую вещь. Что когда вы взваливаете на себя ответственность за других людей, вы почти всегда вредите себе. А поскольку вы живете, и поскольку вам жить, то нет смысла, не имеет никакого смысла следовать желаниям других людей. Если ваши желания, вот именно истинно ваши желания совпадают с желаниями других людей на время, это хорошо. Но нужно всегда ограничивать себя от других людей. Значит, никто не заставлял, я это уже говорил, никто не заставлял на вас надеяться. Ну, надеялись, надеялись, это их право. Вам нужно работать над личной границей и личностной границей, чтобы не пускать туда других людей. Чтобы отдавать себе отчет в том, что ваша жизнь – это ваша жизнь, и что вы в ней совершаете ошибки. И эти ошибки не делают вас хуже. Хуже, чем другие люди. Хуже, чем ваша мама, например, которой, как я уже сказал, может быть повезло, а может быть и нет. То есть в чем-то ей повезло, а в чем-то нет. А вот не повезло в этом, но повезет в другом. И надо помнить, что вот представьте себе, что ни мамы, ни бабушки, ни учителей, никого нет, а есть только вы. И только вы свободно решаете, что вам делать, куда идти, сдавать, не сдавать награду. Так вот, вы спросите себя в этом случае. Вас волнует, что вы не сдали? Вы пишите, что вы подвели себя, а в чем вы себя подвели? В том, что вы не сдали экзамен? Так что получается, все люди, которые не сдают экзамен, они их всегда подводят? Это не так. А вот еще раз, ошибается каждый. Ошибается каждый, кто что-то делает. Вы старались, вы прилагали усилий, но вы ошиблись. Вы получили опыт. В следующий раз, если вы будете сдавать экзамен, уверенно, вы его сдадите. Нужно воспринимать ошибку, поражение, не как какое-то трагичное событие, не как факт того, что вы подвели кого-то. В данном случае это не имеет ничего общего с тем, о чем вы пишете. А нужно воспринимать неудачу, как стимул к тому, чтобы становиться лучше. Вот вы не сдали экзамен, значит материал вы не знали. Именно этот. Подучите его как можно лучше. У вас будет возможность еще сдать экзамен. У вас будет возможность попробовать еще, я уверен. Но не сейчас, через какое-то время, но будет. Не отчаивайтесь. И не олицетворяйте желания других людей со своих. Отграничивайте. Представляйте себе, как бы вы себя взяли, если бы не было никого вокруг вас. Вот из тех, кто на вас надеется. И это будет самым правильным. А вот, что касается повышенной ответственности, или лучше сказать, гипертрофированного чувства ответственности, которое вам внушили ваши родители. То есть оно вам мешает. И оно будет мешать дальше, если вы от него не избавитесь. Вы несете ответственность только за себя. И за своих близких. Поскольку это касается ваших близких. Не вас. Ваших близких. То, чего они хотят для вас, это их право. Но вы не обязаны отвечать их требованиям. Если вам внушили это, значит это установка, идущая с детства. Эту установку нужно убирать. И убирать это нужно, в первую очередь, через понимание того, а для чего мама внушила вам эту установку. Чего она хотела. Чего бабушка внушила вам эту установку. Чего она хотела. Я понимаю, что ваша мама и бабушка хотели для вас только лучшего. На данном случае вам это вредит. И нужно проанализировать ваши отношения с ними, чтобы понять природу этой установки. Еще лучше будет, если вы расскажете про свою маму. То есть вот. Почему она сама выбрала именно такую вот форму поведения. Что я это даю. И почему она намешала это вам. Внушила вам. Потому что чувство повышенной ответственности человеку внушают осознанно. Или не осознанно. С какой-то целью. Как правило, эта цель заключается в том, если это благородная цель, то эта цель заключается в слепой вере, что модель поведения родителя поможет ребенку достичь того же, что родители. Ну вот, на вашем примере можно сделать вывод, что это не так. Ну, не работает эта модель для двух людей, даже если они являются самыми близкими родственниками. И это нужно у вас убегать. Потому что вам это будет на жизни очень сильно не давать жить так, как вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.